здравствуйте уважаемые за подписчики вот здесь надежда сергеева вот такой пользователь youtube оставила такой комментарий здравствуйте уважаемый дуэр если сахасрара повреждена у ребенка при родах что из этого следует какие могут последствий и на что обращать внимание как может быть сахасрара повреждена у ребенка природа сахасрара возможно что-то там с теми не произошло это не означает что сахасрара повреждена но это физическая травма до сама чакра не может быть повреждена природа физическая травма теменной части головы говорит о том что есть какие-то кармические причины которые блокируют именно состояние деятельности мозга скажем так это может блокировать деятельность мозга мозг этой инструмент физического тела который вот скажем так является фильтром при восприятии информации потому что мы можем воспринимать информацию со всего мира и мозг является фильтром для того чтобы лишняя информация не поступала к нам и именно вот физическая составляющая она может быть привести к таким последствиям что ребенок у которого повреждена темная часть головы вследствие чего вот будут именно физические последствия на уровне мозга это приведет к таким последствиям что нету фильтра нету блокировки и этот человек этот ребенок может видеть скажем так те процессы которые происходят на уровне нижнего астрала там действительно это страшно конечно такие вещи привести ну скажем так с позиции медицин к психологическим отклонениям на самом-то деле просто человек видеть вот эти планы нужно дать такому ребенку побольше любви чтобы он смог через эту любовь получать вот ощущение защищенности и что вот вот те страшные картины которые он он воспринимает они скажем так находится на каком-то удалении и вреда ему причинить не могут как как он думает вот на это нужно обратить внимание асахастара у него работает в любом случае потому что это сигнал от высших сил и то что он попал в такую ситуацию это конечно не случайно и вот любовь тактичность вот мягкая вот руководство нужно дать понять что то что он видит это не повлияет на его физическое тело что тело его не зависит от этих планов от нищих астрала да нищего астрала действительно всякие страхолюдины и всякие так монстры ему будет видеться на уровне высшего астрала например все хорошо да и нужно его успокаивать и попытаться чтобы он настроился на уровень высшего астрала и тогда оттуда к нему будет идти вот сигналы и вот благостных таких миров и вот гармония царит и естественно идет такое состояние счастья вот и для этого единственный путь это как можно больше любви давать успокаивать объяснять и за счет этого вот эти видения мозг будет настраиваться на более высокие вибрации и сахасрара в любом случае работает выход вот единственный такой надеюсь что ответил на вопрос надежды сергеевой на этом до свидания до новых встреч м м м м м м м